МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спокой и гармония. Так можно пачивать годинами. Хиба ж, гэта от пашинок? Як можно ляжать на пляже, коли сама природа зове нас – палевать на дзевосы? Запрошаю у выздоровленшую вандровку Пахоминской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Едем у старожитных город Туров. Минаем городы Слуцк и Житковичи. Отвлеклась от Менску 270 километров. Нам нужно добраться до садибы Кола Струменя. Меня очень интересно, что господиня этой садибы – лякарка, которая занимается нетрадиционной медициной. Если вы ожидаете подлечиться, дашусь в гармонию с природой, вылучшайтесь. Саша, нам нужно лучше добраться. Ирина Александровна, добрый день. Ратуйте-ка или ласка, ратуйте-ка или ласка. Наш гукорежиссер Александр время дрэна себе отшивает. Не ведом, что робить. Процевать же треба. Ирина Александровна, дашусь в гармонию с джок-терапией. У пероклади с корейской мовы су – это пясть, а джок – ступок. Зараз поглядим, как гэткая терапия працует. Есть участки-рецепторы кожи, которые отвечают за каждый внутренний орган. То есть на коже можно найти участок, который соответствует, скажем, где-то печени, где-то почкам, где-то желчному пузырю. И через воздействие на этот участок, это сегментарный называется участок, мы оказываем влияние непосредственно на сам орган. Мокса. Это называется мокса. Вот такие полынные палочки. Они сделаны из полыни. Ставятся в специальные подставки, ставятся на больное место. Вот так. Зажигаются. И обычно куда уходит дымок, туда уходит и болезнь. Профессор Пакова, один прекрасный момент времени, подумал, зачем же так Господь нас создал. И самые активные участки тела, наши кисти и стопы, мы ходим-то ежедневно, руками все время что-то делаем, постоянно. Для чего я так Господь создал? Все, что до линии жизни, вот тенор, правильное название этой части ладони, соотносится с грудной клеткой. Вся ладошка с брюшной полостью, соответственно, руки правая-левая, ноги правая-левая. Особливо могутным уздеянием у сужок терапии володая насенье. Это не дивно, потому маленькая зерня утромливает у себя энергию, необходную для развития целой рослины. Под пластырем возникает прониковый эффект. Каждый час нужно нажимать на это зернышко, вызывая у себя болевой эффект, с тем, чтобы подавать сигнал туда. Поправляйся, пожалуйста. Вот, восстанавливайся, пожалуйста. И это зернышко работает в течение суток. А через сутки его нужно поменять. Теперь Ирина працует специальными стрижнями. Лекарь-казнаходит отповедную кропку и тисненая ее. Ой, пошло, пошло, пошло. Пошло, да. А в пояснице тепло. В пояснице тепло, жарко. Ты так жарковато стал. Вот. Дякую вам, Виолики. Да, знаете, как. Спасибо большое за... Александр здоровый, счастливый. Можно и поработать. А мне Ирина вырешила зарабить оздоровленную процедуру. Ой, как хорошо, как приемно. Вот, башите, как можно напишевать в Беларуси с корыстю для здоровья. И в этих леках нема ничего дивного. Их дарит сама природа. Природа нам дарит зернышки различной формы, различного цвета. Используя эти зернышки на кисти и стопе, мы поправляем свое здоровье. За в окном вельготно и холодно. Али нам было вельми утульно под опеку и господинь и лекарки. У сяди бешмак цікавых речоу. А городских туристов одразу башна. Только у хату зашли. Одразу на пеш лезуть. Усё тут выраблено с природных материалов. Нездармась, а дибе дали назву. Коло струмени. А вось и она, туровская мова. Туровская мова утворилася шляхом смешенья диалекта у девяти национальностей, які ранее жили у городе. Сёння, толькі одна жанчына размавляя па туровску. Худка вы ее побажите. А вось із падарыня Валентина. Вам толькі падаецца, што гэта звычайная госпадыня. Не ўсё так просто. Яна не толькі веде ўсё легенды старожитных Атурова, але і уме розмовляяй со святыми каменными крыжами. Зараз мы разом з Валентиною паспробуем отрымать ад їх послання. Ну, всю середину твою читаю. В смысле? Вся на то, шо у тебе в середине, всё он узнает и это прочитает. Валентина Мироновна, скажите, може зараз нам крыж? Штось ти показывай, штось ти расповедай? Зараз поглядіть ось сюди. Левий верхний угол, вот лицо, видите? А вот здесь, смотрите, вот здесь, наверное, ещё только начинает проявляться какое-то изображение. Вот его лицо. То, шо я бачу, я показываю людям, юные бачицы. Дело в том, шо, вот это вот я показывала, проходил какой-то, ну, приезжий парень, да говорит, а-а-а, ты здесь просто как бы теснённая она получается. А я думал, рисованная. Я говорю, так рисованной не будет, просто вытеснённая так вот изображение, вытеснённая. И всё. Коли вы пройдёте по дорозе от перших окрыжа, то худко убажите и другие. Кажут, у них я ещё больше цедодейной энергии. Валентина упевнена, что совсем худко, тут мая прорасти земли и третий камень. Яна отшивая обмысловую энергетику. Ну, вот так, вводите руками. Что с собой тут мне подалось? А походите тут? Думаю, что тут будет расти третий крест. А чём ввозь вы так нишите? Потому что энергетика такая обмысловая, тёплая? Ну, потому что тепло идёт, и один крест даёт тепло, второй крест даёт тепло, значит, и третий будет давать тепло. Коли не верите усимых этим дивосам, проезжайте сюды. Легенда у детямнейших местах у Турова хопит на всіх. Тура у столицы Аптушек. Тут я не паусюль. На малюнках, у городах и на дорогах. Кулику Марадунку у центру Турова нават поставили помник. Доречше, гэта птушка лічится символом полеся. С гэта гэта месо починается Туровская балоння. Я сподяюсь, что белорусские орнитологи да помогут нам познаёмиться с тотейшими птушками. Пойдём, знайомиться. Добрый день, гэта гэта вы? Так, добрый день, Катерина. Вы как раз датшасу, мы зараз идём на проверку, и максимум в нашей ловушке поторапится птушке. Запрошу вас на лох. Поглядеть на птушек сюда, в полесскую глубинку, проезжают туристы из всей Европы. Нават надзирать про сбиноклю в этих местах вельми захопляльно. Туровский луг гэта уникальная месца. Яно адзина у Беларуси и максимум адзина у Европы, дзе на миграции спиняяцца великая колькасть баталёнов. Адметнаць гэта таратура у тэм, што гэта пойменная система, и она вельми залежыць аддзейнацію чалавека. И когда местовые жахары выпускают тут охотнюю живёлу, утворать свой стакий уникальный биотоп. Мы повинны не только доследовать птушек на данной территории, але и оховывать, и заховывать данную территорию. Таким выглядеть, и она сформовалась за сотни годов. У нас на лызе стоят адмасловые ловушки, які стоят на узкрайку воды. И коли птушки кормятся, они невольно потрапляюць у гэта ловушки. Просто спираюши насекомых, идуць, идуць, и заходзь, а уже обратно они не могут выйти. И мы каждые две годины ходзем и правираем гэта ловушки, и достаем птушек. Это докладна птушка, идем до гэта ловушки. Ура! Ой, какая маленькая. Что это за птушечка такая? Ой-ой-ой. Звучайная широтука. Проветание птушечка. А якому будем ее нести? Для транспортировки птушек есть адмасловые торбышки, а каких птушек не можно себе ничего в дранах сделать. И их вельми зручно переносить. Так. Зараз нам треба доставить широтуку на станцию кольцевания, где провести маленькое доследование. Рабить их это треба худко, как бы не поддавать стрессу нашу птушечку. Вот это совершенно широтука. Самый ближайший родзиш знакомитый вертлявой широтовки, а который является символом Беларуси. Евгену треба значить час и способ, каким он зловил птушку. А так само ее вид, взросл, вагу, да поглядеть, кольки на ее тушечу. Вот это на птушке желтого, ну, чтобы тушеча довольно-таки мало. И поэтому, ну, можно сказать, что одинка. Максимально это четыре. Когда все, весь живот, птушки желтые. Тогда она уже подрихтована до полета у зимок, у Хашиза, все, в Центральную Африку. Итак, мы зараз будем выпускать птушку. Так. Птушка отрумала кольцо. И мы будем сподеваться, что действие в этой птушке будет зловлено на зновку. И до нас пройдет информация, куда полетела наша вазгатая птушка. Покорь, птушечка! Турусская Болония – место не просто важное, а будивное. У Беларуси оно такое одно. Полевать на историчные отсуды мы накеровываемся в город Петрыков. Отвлеклась от Дурова 90 километров. У нас встречает город Петрыков. Тут ж мак исторических мест. А для всех этой забудовы вы можете посмотреть и сами. Треба только приехать сюда. Я ж пропонуваю встретиться со сподарами, яка я ведает этой мишей мястины, схованной от звычайного туриста. Добрый день! Казары на полевании надевался. Галина. Приглашаем в наш музей. Дякую за этой женщине в Петрыкове появился свой краезнавчий музей. У всех этих экспонатов за зартом принесли татейшие жахары. Одним из уникальнейших экспонатов нашего музея является наш лодка Човин, которому более 100 лет. Таких лодок практически уже не сохранилось. И эта лодка как-то изготавливали ее из цельного дерева. Мы отправляемся в Андровайс на историчной этой амнице. Галина подрихтовала для нас цикавый маршрут. А сейчас я вас отведу в очень уникальное место, где находятся пять колонн. Это вот наше городское кладбище. Причем они разбросаны. Вот первая колонна. Галина, а кто побудовал такую колонну? Вы знаете, существует несколько версий. Первая, по которой она была возведена в 1795 году в честь Конституции Речи Посполитой. Это первая версия, одна из них. Якобы существует еще одна версия, что здесь даже похоронены люди, католики. И третья версия, якобы, что она воздвигнута в честь Рима. То есть подражание Риму. Потому что там это довольно-таки распространено. Но что интересно, что в Беларуси существует 60 таких колонн. И вот что интересно, что вот именно в Петрика и в кладбище их находятся ровно пять. Ну вот, а сейчас мы видим здесь остальные четыре колонны. Причем, как видите, прошли они и годы военных лихолетий. И еще сохранились. Конечно, в полуразрушенном состоянии. Вот даже на одной из колонн сохранился крест. Причем они находятся в католической части кладбища. Поэтому, возможно, может быть, это и версия все-таки, что здесь захоронены католики. Может быть, это одна из все-таки более правдивых версий. Ну, придерживаются местные жители, придерживаются все-таки. Выезжаем с городских могилок на Шашу-Копоткевич и Новоселки. Нам треба трапить на святое место – Каупак-гору. Краевиды тут вельми незвычайные. Соправдная пуща. Есть на что поглядеть. Святая крыница, вядомая еще со старожитных часов. Когда верят местным жахарам, вода с этой крыницы лежит от всех хворобов. Особенно это место любят молодые пары. После регистрации шлюбу или венчания в церкве они приходят сюда. Как бы здоровыми, да и счастливыми. Дивосы. Иди сюда, водишка. Зараз попробуем святую водишку. Ммм, смокота. Если какие-то проблемы у человека, он может подойти к этому кресту и спить сначала водицы, потом подойти к кресту и попросить у Бога. И в знак благодарности он должен обязательно повесить ручник именно на этот крест. И якобы говорит о том, что многие говорят из жителей, что действительно помогает. То есть помогает совершить какое-то чудо. Не спробуйте подняться автомобилем на самую гору, потом не сможете выехать. Ну вот, наконец-то мы и поднялись на самую высокую точку Петриковского района. Разве это не чудо света, а? О, какая прохожесть. Свыше 140 метров над уровнем моря. Вот такие краевиды ждут вас в Петриковском районе. Соправдная природотерапия. На жаль, эта программа близкая до завершения. Али мы побачимся ровно простый день у нового данни. Погуляй! Олеж, мы добро оздоровились, а ды подляшились. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова